Это новости на телеканале Антенна 7. Я Марина Бугрова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сегодня и навсегда. В Омске зажгли вечный огонь. Автор малютки в Омске. Сейчас я тоже начинаю уже что-то осознавать. Ада Занегина о значимости своего поступка. Завоевали. Гордо стоит солдат-победитель. Грудь его увенчана орденом. Сквер 12 микрорайона преображается. Сегодня в Парке Победы впервые зажгли вечный огонь в память о погибших в Великой Отечественной войне. Накануне экс-мэр Омска Евгений Белов доставил в регион частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве. На глазах сотен мечей зажгли специальную переносную капсулу. В митинге приняли участие губернатор Омской области Виктор Назаров, мэр города Вячеслав Двораковский, ветераны, военные, руководители разных религиозных конфессий и простые омичи. Всего более тысячи человек, несмотря на рабочий день. Право зажечь вечный огонь доверили первокурснику Омского кадетского училища Алексею Болдыреву. Этот вечный огонь будет гореть здесь всегда, напоминая о том, что наши деды и отцы отдали жизнь за нас. И мы должны об этом помнить. Помнить не только мы, но и всем поколениям передать эту память. Пусть эта память будет жива всегда. К вечному огню, а также к памятнику матери. А мечи возложили венки и живые цветы. После окончания митинга люди продолжают идти с гвоздиками в Парк Победы. А в сквере ветеранов в 12-м микрорайоне открыли памятник. Скульптура посвящена солдату, который вернулся с войны. Сделан монумент в короткие сроки и к 70-летию Победы. Установить его помогли активисты общественного движения «Новый город» и строительная компания АСК. Кто изображен на постаменте вместе с воином-победителем, который пришел домой, знает Светлана Урванцева. Солдат, вернувшийся домой, его жена и маленькая дочка. Памятник, установленный на аллее ветеранов, символизирует победу. 1418 дней и ночей, которые воины преодолели. В память об этих днях Александр Качесов, ветеран Великой Отечественной войны, возлагает к скульптуре цветы. Он ушел в 44-м году, воевал на Ленинградском фронте. Когда вернулся домой, его почти никто не ждал. Отец-паде, брат-паде, брат-паде, брат приехал только в Омске был и все. Больше никто меня не ждал. Фигуры, чтобы успеть к 9 мая, были созданы скульптором за месяц. Сделать их из металла за такой срок не получилось бы. Поэтому материал бетон с имитацией под бронзу. Первая идея была, появились журавли, а потом был старик, ветеран, старик с девочкой. То есть это повторилось. А третий вариант, я вот этот делал, три, значит. Ну, идея была какова. В общем, мне все вот это, они... Я хотел уйти от такой, может, неправильное слово, помпезность какой-то. А вот хотел такой чистый, такой интимный возвращается солдат именно в семью. Я выполняю давнишнее пожелание ветерана Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта Захарова. К сожалению, он уже умер. Вот сумел вместе с нашим одним из лучших скульпторов города Омска создать вот такую композицию, когда солдат вернулся домой. Скульптура появилась на месте мемориального камня, погибшем в годы Великой Отечественной войны. Этот сквер ветеранов – памятное место для жителей района. Увиденные сегодня скульптуры, они остались довольны. Памятник мне очень нравится. Во-первых, тем, что гордо стоит солдат-победитель, грудь его увенчана орденом. Рядом женщина символизирует такую семью, которая долго ждала своего защитника, дождалась. Кому памятник? Наши победили фашистов, людей победили фашистов и пришли домой радостные, что победили. Идея создания и утвержденный дизайн памятника принадлежат компании АСК. Следить за сохранностью внешнего вида скульптуры будут жители. Они хотят благоустраивать скверы дальше, высадить здесь деревья и сделать альпийские горки. В Омск приехала легендарная Ада Занегина. Именно она в далеком 43-м году написала письмо в газету с призывом к детям всей страны собирать деньги на танк «Малютка». После публикации Ады в редакцию «Одно за одним» шли письма от желающих отдать небольшие свои сбережения. В итоге удалось собрать 160 тысяч 886 рублей. На эти деньги и построили небольшой иммобильный танк, который ярко правил себя за годы Великой Отечественной. Тогда шестилетняя Ада еще не понимала, какой поступок ей удалось совершить. Девочке просто очень хотелось, чтобы война поскорее закончилась и появилась возможность вернуться домой в деревню Сычевка Смоленской области, откуда ребенок был эвакуирован в Омск. После войны Ада закончила школу, университет и стала врачом, как и ее мама. О значимости своего поступка она начала задумываться только сейчас. Вот раньше этого не было, а вот сейчас я тоже начинаю уже что-то осознавать, что ведь действительно, хоть какой-то, ну, очень-очень-очень небольшой клад, ну, он был. И не именно мой, а вот все дети. Я же понимала, что идет война, значит, надо победить, ну, Гитлера, чтобы вернуться. Вот, собственно, все, наверное, мы жили вот этим, чтобы скорее победить врага и вернуться домой. Что такое День Победы, знают и сегодняшние дети. И это несмотря на то, что 9 мая 45-го все дальше и дальше от нас. Так, в детском саду номер 5 дошкольники вместе с воспитателями приготовили большой праздничный концерт для родителей, дедушек и бабушек, конечно же, свидетелей военных событий. Немало праздников у нас, хороших праздников немало. Мы поздравляем каждый раз, что этот день всему начало. Ветераны наши победили и празднуют победу. А что было? Была война, страшная война. У меня было 4 прадедушки. Они воевали, и у меня осталась одна фотография моего прадедушки. К концерту дети начали готовиться 2 месяца назад, но с историей своих воевавших предков знакомы были намного раньше. К знаменательной дате юные амичи вместе со своими родителями приготовили фотографии своих родственников. Каждый портрет сопровождается рассказом о войне. Мы третье поколение, дети наши уже четвертое поколение. До них очень трудно донести эту информацию. Но мы смотрели фильмы, читали книги. Родители своим детям рассказывали истории о своих героях семьи, которые тоже прошли войну. Кто-то вернулся, кто-то нет. И дети с радостью рассказывают об этом. Они знают свое поколение, знают свои подвиги своих дедов. В 70-летие Победы вспоминают не только погибших воинов, особенно чтут живых героев, которых остается все меньше. В 120-й школе Омска при поддержке депутата городского совета Ирины Матвиенко создали выставку портретов фронтовиков, которые живут в советском округе. С открытием материал Аллы Аксеновой. Кто эти герои на портретах, организаторы держали в секрете до последнего. Очевидно было лишь то, что картин 6. Миссию открыть тайну доверили директору 120-й школы и депутату горсовета Ирине Матвиенко. Кто-то увидел соседа по дому, кто-то незнакомого героя фронтовика. А Павел Соломин узнал себя. Ветеран признался, это приятно. До слез. Из многих наших солдат выбрали меня. Чтобы все знали, родня моя знала. Он воевал с визистом в Украине, Молдавии, Румынии, Польше и Чехословакии. Видел рейхстаг и, конечно, не смог не оставить там свою надпись. Медалей на груди Павла Соломина почти на 2 килограмма. Среди них самое дорогое сердцу за боевые заслуги. Рядом с его портретом фотографии офицеров и рядовых солдат. Морского пехотинца и летчика. В ряду героев есть и женщина Юлия Трушникова. Эти фотографии будут храниться в музее 120-й школы. Мы общались с этими ветеранами. Записывали их весь боевой путь. И, естественно, потом аннотацию к портрету вывешивали. И дети все приходили, читали. И, я так понимаю, они теперь будут даже узнавать всех ветеранов на улице. Портреты создали в рамках акции для молодого поколения «Солдаты Победы». Пока их 6, но будет 21. Школьников ждут экскурсии в музей. Там им расскажут, что живут они рядом с героями-победителями. Ах, эти тучи голубом напоминают море. Напоминает старый дом, где гнучат чайки за окном. Где мы с тобой танцуем вальс. Где мы с тобой танцуем вальс. Где мы с тобой танцуем вальс. В миноре. Ветеранов и тружеников тыла Великое Отечественное чествуют в здании Омской прокуратуры. В честь приближающегося юбилея Победы бывших работников наградили медалями Руденко. Слова благодарности, пожелания долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья и благополучия прозвучали от прокурора Омской области Анастаса Спиридонова. Чтобы они почувствовали, что они не забыты, и не забыто их дело, которое они много лет назад выполнили героически. Среди награжденных участница Великой Отечественной войны Надежда Калиновна Лысенко. Она не только служила в гвардейской краснознаменной дивизии орденов Суворова и Кутузова и принимала активное участие в битве за Сталинград, еще ей выпал шанс оставить надпись на стене Рейхстага. Надежда Калиновна скромно начертала черным угольком только свою фамилию, так же поступили и ее сослуживцы. Для каждого эта надпись обрела особое значение. Те чувства, что она испытала в тот момент, Надежда Калиновна помнит и сейчас. Мы чувствовали, что война кончилась, уже все надоело, столько я же молодая, собственно, меня взяли в армию, потому что я была комсомолка. Знаете сейчас мысли о том, что и сейчас есть вот эта ваша надпись? Конечно, я бы с удовольствием, на меня вот с дочерью ругаются, куда я поеду и лечу, а я бы с удовольствием поехала. И посмотрели бы, да, на свой рейх? Конечно. День Победы объединяет все поколения. В один день Омский нефтезавод открыл обновленную стеллу Героя Советского Союза, разведчика Александра Михайловича Никандрова в поселке Береговом, где собрались ветераны Великой Отечественной. А воспитанникам детского дома номер 4 нефтяники привезли книжки, где историю тылового Омска можно изобразить в красках. Улицу Никандрова в Береговом знают все местные. Участник Великой Отечественной, Герой Советского Союза, мичман Александр Никандров в составе отряда 13 августа 1945 года высадился в северокорейском порту Сейсин. Взвод под его командованием овладел железнодорожным мостом. Будучи окруженным, взвод в течение суток отражал вражеские атаки, а затем сумел прорвать кольцо окружения. Это будет память и поколения, и память нам, и погибшим, и живым. А на площади, где в прошлом году силами Омского НПЗ установили стелу участникам Великой Отечественной и труженикам тыла, предприятие помогло организовать концерт. Свой, родной, небольшой лес прифронтовой. Тех, кто превратился в белых журавлей, павших солдат, вспоминают все. Война не обошла стороной ни одну семью. И спасибо говорят не только тем, кто находился на передовой, но и тем, кто был в тылу. Вы все отдавали для фронта, сами не доедали, все посылали на фронт. Спасибо вам. И будьте здоровы. О военной истории родного города сегодня узнали ребята из 4-го детского дома. Омский НПЗ помог издать книжки-раскраски с историей тылового Омска. Черно-белые картинки быстро начали обретать цвета. О том, что вся огромная страна встала дать отпор врагу, ребята знают из уроков истории. Это когда боются с вами страны. Что же полоса будет? Нет. Ну, чтобы фашисты, хоть и не ошибались. Денис Ионос, Александр Филиппов, Антена Сим. В Омском Тюзе надумали танцевать и даже установили танцевальную площадку прямо на сцене. В предпраздничные дни здесь премьера камерного пластического спектакля. Сначала в коллективе даже подумывали не создавать постановку специально к 70-летию Победы. Но все же желание быть причастными к великому событию у режиссера Владимира Золотаря и актеров оказалось сильнее. Наша съемочная группа побывала на репетиции. В этой постановке только движение и ни одного слова. Молодые актеры Тюза рассказывают о военном времени языком жестов. Оттого простая по фабуле постановка и сложна. Ведь сыграть надо так, чтобы монолог возник у каждого из зрителей. Место действия в постановке скорее метафорично. Танцплощадка во время 41-45. Чем жили в эту эпоху? Тяжелой работой да небольшими встречами. Владимир Золотаря в спектакле говорит, что это всего лишь некая попытка честно прикоснуться к судьбам людей, которые прошли через войну. Для нынешнего молодого поколения 9 мая как музейная дата. У многих уже даже деды не воевали. Но знать о Великой Отечественной необходимо. Даже для этих ребят и для тех ребят, их сверстников, которые придут смотреть, как-то важно что-то через это пройти. И здесь важно было, ну как бы, понимаете, затеять какую-то историю, в которой они могли бы быть причастными и при этом, ну понимаете, не изображать бойца, вышедшего из окружения. Того, что у них нигде нет. Ни в телесном опыте, ни в каком. Из них, пардон, там в армии почти никто не служил. Война где-то там. Она прилетает на танцплощадку какими-то осколками. То похоронкой, то безногим солдатам. Этюды абсолютно не перегружены эмоциями и страстями. Но думать и сострадать заставляют невольно. Я думаю, что в любом случае, даже если придут совсем какие-то молодые ребята, там 15-16 лет, может даже еще младше, их все равно это не может не задевать. Потому что все люди и всех каждого. Должны почувствовать, конечно же. Потому что ситуация расставания двух влюбленных или расставания с мамой, уход вообще в неизвестность. То, что как мать это переживает, что потом из этого всего получается, история предательства, она вечная. Эту историю маленькую, камерную, без слов, решили показать, находясь как можно ближе к зрителю. Поэтому здесь же на сцене приготовили 175 мест. Несмотря на камерность, в постановке все же используется большой зрительный зал. В спектакле он играет роль другой действительности войны. Омские кикбоксеры посвятили свои победы ветеранам Великой Отечественной войны. Более 110 спортсменов соревновались в турнире, посвященном 70-летию победы. Ребята стремились показать свои лучшие комбинации, связки, удары, а еще выиграть досрочно, рассказывает Владимир Истомин. Динамичные бои, перехват инициативы по ходу поединка, несколько нокдаунов и два нокаута. Алексей Костеньков, спортсмен в белых шортах, в начале финального боя пропустил пару атак соперника. Сумел взвинтить темп, серия ударов, нокдаун. Продолжение, быстрое перемещение по периметру и рубка в любой точке ринга. Костеньков точнее, досрочная победа. Соревнования посвящены 70-летию. Пытался выложиться как надо. Проходили удары с колена. Получалось все технично. Ну вот, в итоге все получилось, как я и задумывал. Еще одно достижение омских китбоксеров в эти дни – успешное выступление на чемпионате России в разделе «Фуллконтакт». Наши спортсмены завоевали на соревнованиях в Липецке одну золотую и четыре бронзовых награды. Победитель чемпионата страны Кайрат Нормаганбетов работал на турнире победы в качестве арбитра. Поделился своими эмоциями со спортсменами и журналистами. Я очень рад, что выиграл золотую медаль в преддверии Дня Победы. Хочу посвятить свою победу всем ветеранам. Очень рад, что получилось выполнить все домашние заготовки на чемпионате России. Доволен, что мы завоевали путевку на чемпионат мира, который будет проходить в ноябре месяце в городе Дублин, Ирландия. Общий итог выступления омских спортсменов первой части сезона подвел главный тренер нашей команды Амирхан Нормаганбетов. Отбор стал все-таки через зону Сибири. То есть, соответственно, участников больше стало. Но это дает, наверное, определенный опыт, когда проводишь не два боя, а три-четыре боя. Это уже огромный опыт ребятам, чтобы работать на чемпионате России. Владимир Истомина, Артем Колесников, Антенна-7. И еще о спорте. Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты с двумя воспитанниками своей школы. Нападающим Романом Бердниковым и голкипером Олегом Шилиным. Оба игрока имели статус ограниченно свободных агентов и могли покинуть «Авангард», но приняли квалификационное предложение от нашей команды. 22-летний Бердников в минувшем сезоне провел за «Авангард» 46 матчей. Забросил три шайбы и сделал четыре передачи. 24-летний Олег Шилин выступал в фарм-клубе «Авангарда» в Красноярском «Соколе». Конкуренция во вратарской линии ястребов растет. Сегодня в команде четыре голкипера. В иностранных и ряде российских СМИ появилась информация, что «Авангард» интересуется еще двумя вратарями. Это чех Доминик Фурх из Пражской Славии и финн Юха Мецала из клуба «Таппора». Эти и другие новости также на нашем сайте и в группе новостей ВКонтакте. Победных вам выходных!